о сейчас говори насчет 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 мозаики да как ты говоришь я считаю что каждая человеческая душа это смысл Божия в котором мы заложены как в общем мозаика вот помнишь делали мозаики не рисовали а выкладывали и каждый кусочек статок квадратик являлся общей в сущности квартиры в сущности создания мироздания как бы вот в плане таком что да и вот если допустим на этой картине рисовать человека кто-то будет глазами этого человека если какой-то винтик где-то не работает это сказывается на работе всего организма поэтому если действительно что-то не так мы можем какие-то дают нам сигналы боль для чего существует чтобы мы поняли что у нас что-то не так если у нас болит значит мы что-то не то делаем и когда мы притупляем эту боль препаратами лекарствами разными мы фактически уничтожаем причину нашей болезни но мы лечим следствие но не болезнь она переходит на тело да понимаешь я даже где-то много читала что даже вот те врачи говорили что в основном любые типы болезни можно лечить словами именно своим желанием словом без лекарств первым словом потому что если человек закладывает в себя программу на выздоровление организм сам включает и он автоматически уничтожает сами вот эти вот причины которые вызвали эту болезнь вот эти клетки раковые какие бы они ни были простудные если ты включаешь программу что ты выздоравливаешь организм сам включает систему защиты и они уходят из организма и человек восстанавливает да да вот планетам что да действительно может быть кто-то должен быть рядом в этот момент чтобы помочь им запустить эту программу не всегда все могут запускать ее внутри себя мы тоже иногда не всегда бываем в таком настроении что нам все время хорошо мы тоже всегда попадаем в какую-то такую диспетию немножко в такое состояние какое-то что бывает от напряжения от ситуации различных в которых часто попадает очень много негатива и мы не справляемся с этим отталкивать от себя вот это вот все и где-то что-то попадает и нам как-то типа удары и они тоже оставляют типа синяков и вот эти синяки мы должны потихонечку впускать туда чтобы просто поступало для того чтобы они быстрее уходили как это считается массаж и все такое если поступление крови идет к удару быстрее и интенсивнее то это все проходит намного быстрее интересно вот так да серьезно я заметила если ты делаешь то метод тел тебя болит ты его массажируешь уделяешь ему какое-то внимание даешь какое-то питание то оно быстрее восстанавливается чем ты оставляешь и пьешь потом лекарства препараты и все так и подобное да это как лечение сирийскими методами ну да да царица ассирии так лечила ну вот 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 оно больше к древнему туда что человек сам тебя может вылечить сам тебя может восстановить только главное запустить эту программу внутри тебя и если ты понимаешь уже осмысление того что у тебя болит значит ты что-то не делаешь намного больше значит чем ты пытаешься тебе напичивать разными препаратами порой обыкновенный простой метод по высокому мысль твоя дает тебе уже возможность восстановиться в лучшую сторону стать лучше стать чище ну вот действительно не иметь эту болезнь внутри себя и может быть действительно ее быстрее отпустить от тебя потому что мы любим держать как бы рядом с тобой у тебя вот знаешь этот мелочок нам жалко нам что-то вот кажется что это не то а фактически может быть это не нужно держаться отпускать и тебе в жизни придет новое что-то лучшее ну да не надо держать старое потому что если ты не закроешь старую дверь то ты не найдешь новую новую все правильно ты не откроешь новую дверь и она у тебя даже может и не открыться потому что ты не закрыла эту старую сквозняк получается сквозняк да сквозняк видимо натуральный сквозняк который не дает тебе открыть ту не закрыв всю дверь знаешь как хотя сквозняки тоже нужны они бы требуют уветривают все вот эти вот запахи и неощущения, которые отрицательны, это тоже нужно. Просто вот эта мера должна быть, ощущение, что ты должна когда-то делать, когда проскладить, а когда просто одно закрыть, а другую открыть. Вот даже я по своей физически работаю смотрю. Если ты открываешь две двери и моешь, он быстрее высыхает и не успевает их напачкать, знаешь? Ребята вот проходят. Так и в жизни. Мы должны быстренько успеть делать работу, переформировать внутри себя самосознание, самую вот эту мысль, для того, чтобы не было ни у кого невозможных нежеланий, даже у тебя самой напачкать, я же самой, вот в таком плане, нагадить. Ну, может быть, не нагадить, но, может быть, скорее всего, навредить, вот ближе к такой полу. А вот еще лечение растениями, да, потом лечение разными овощами и фруктами. Вот, был такой профессор Папис, в древности алхимик, он написал книгу, и вот там написано, как лечить подобное подобным. Да, это правильно. Вот, значит, он говорит, зубы на что похожи? Они похожи на семена кукурузы. Ну, на кукурузу я тоже хотела сказать, на кукурузу. Значит, кукурузу кушать? Да, потом, значит, взять сердце, оно на что похоже? Оно похоже на перец. Значит, сердце перцем. А вот женские яичники на что похожи? Похожи на эту клубнику, правда? Наверное, да. Я, в принципе, если... Наверное, похоже на клубнику. Ну, да, значит, вот этими всями ягодами, вот, они тоже лечатся, женские половые органы. А вот еще, есть такой профессор тоже, Синельников, писал... Да, хороший, кстати. Писал книгу «Возлюбви и болезнь» свою, читала? Читала. У него, кстати, очень много хороших книг, и у него целая серия есть. И он имеет аутотренинги, насколько я не знаю, это было очень много лет назад. Я не знаю, что сейчас он ведет, и как я давно с его литературой не пересекалась. В принципе, очень отличная литература, очень отличная, суперная. В том этапе, когда у меня было восход состояния, он очень сильно помог, его литература очень сильно помогла. А что у тебя за состояние было? Ну, ты знаешь, я тогда была после развода, дети маленькие, родители, как могли, помогали. Вот в таком плане, что непонятие, почему, как, почему это произошло. Если бы, может быть, быстрее бы я отпустила эту ситуацию, я бы быстрее бы вырулилась после того состояния, в котором я была на целом этапе. Просто оно немножко затянулось, потому что, как я тебе говорю, что мы сдерживаем эту ситуацию, перевариваем внутри, перекручиваем. Почему? А надо просто отпустить, поблагодарить и дальше с видеться. Вот и все. Я уже поняла, что это самое главное. Не зацепливаться на той ситуации, как то. Да, осмыслить, понять, что, какой урок, на первом сайте, что ты должна какую-то... А потом отпустить ситуацию. Да, а потом отпускаешь в себе программу, что это тебе твое благо. И ты просишь у Бога помощи для осуществления этого благо. Очень замечательные слова. Многим больным помогут. Так что я думаю, что шансы всегда есть. Когда человек хочет что-то себе изменить, он должен начать с себя самого не искать. Никого виновата, в первую очередь, почему с ним это случилось. Он сам виноват в этой ситуации. Во многих случаях мы сами себе вредим больше, чем кто-либо другой нам. Да, да. Мы должны сами решить, что нам надо. Да. А что нам не надо? Потому что мы всегда воспринимаем... Ну, нас кто-то обидел. А почему обидел? Ну, может быть, у человека плохое настроение было. Знаешь, это вот... Ты попал в неудобный момент. Но это его проблемы. Вот если ты относишься к этому нормально, то она на тебя не влияет. Да, да. Просто скажешь, по счету себе, что это... Ну, это его, ну как, может, и поинтересовался, в чем это хочет, человек ответит, а не захочет, не ответит. Это его личные, знаешь... Оставляешь время. Может, человек не готов идти на контакт, не хочет, может. Просто нужно время. Вот и все. Да, да. Пожалуйста, Мамка, давайте мне позвонить другая линия. До встречи. Давай, спасибо, спасибо большое. Мамка, всего вам тебя, берите себя. Люблю. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Давай, пока, пока.